Доброе утро! Во-первых, нужно помнить, что все ваши фотографии должны быть обработаны единым стилем. Это единые пресеты профессиональным языком на языке простых пользователей, это фильтры. Единая обработка цвета и света. И также не стоит забывать о том, что если вы все-таки придерживаетесь какой-то эстетики в ваших публикациях, и вам иногда хочется опубликовать какую-то смешную картинку или какую-то довольно интересную картинку, но которая выбивается из общей эстетики ваших фотографий, этого делать не стоит. Потому что, как правило, пользователи подписываются на тех или иных пользователей Instagram только потому, что им нравятся их фотографии. А, как правило, фотографии объединены некой стилистикой. Также не стоит забывать о регулярности публикаций. Зачастую популярные блогеры в Instagram, посещая какое-либо событие или после какого-то похода в горы, на природу и так далее, делают огромное количество снимков, а потом каждый день по одной-две фотографии выкладывают. И так на протяжении недели или двух, чтобы подписчики были удовлетворены... Не перекармливать. Да, и подогревают интерес. Чем же закончатся все эти события? А также тексты. Тексты? Да. Ну, которые сопровождают... Можешь оставлять внизу, продолжение следует, и писать на следующий день. Даже если у тебя полностью... Да, стилистику. Должна ли она быть сохранена именно в таком словесном обрамлении к этим фотографиям? Ну, это уже от автора, это уже от почерка твоего заявления. Как говорится, фотография может иной раз рассказать больше, чем слова. Согласна. Ну, Жанна, а вот такой вопрос по поводу, скажем, зарядных устройств, наших батарей вот таких, да? Что-нибудь, какие-то подвижки в этой области есть? Или мы так и будем вынуждены практически ежедневно подзаряжать наши вот эти мобильные устройства, смартфоны, гаджеты и так далее? Ну, вообще, сферу аккумуляторных батарей и хранения электроэнергии можно разделить на два периода. Первый период – это до изобретения литий-ионных батарей. Второй период, он еще не наступил, но он произойдет после того, как изобретут что-то, нечто лучше, чем литий-ионные батареи. К сожалению, на сегодняшний день единственная достаточно качественная технология – это литий-ионные батареи. Пока что ничего лучше не изобретено, а те разработки, которые ведутся довольно перспективно в Южной Корее, в Китае, в Америке и в Японии, они направлены лишь на улучшение существующих технологий литий-ионных батарей. Переход в новый период произойдет тогда, когда наши гаджеты смогут работать от одного заряда, ну, скажем так, 2-3 недели, а то и месяц. Ну, а тогда как обстоит ситуация с искусственным интеллектом? Увидим ли мы его на своем веку? Возможно ли это вообще? Ну, на самом деле, дела с искусственным интеллектом обстоят гораздо хуже, чем с литий-ионными батареями, потому что… Это успокаивает, вы знаете. Да, это даже, я бы сказал, радует. Ну, кого-то радует, а кого-то нет. Мне кажется, сам подход не верен в разработке искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект разрабатывается программами и компьютерами, которые рассчитаны на, как это ни странно звучит, на компьютеры, на гаджеты. Ведь компьютерная программа – это некий алгоритм, некая последовательность задач. А искусственный интеллект – это броновское движение, последовательность которого определить невозможно. И мне кажется, что искусственный интеллект будет изобретен через век, это минимум. В таком случае радует одно, что всё-таки нужно развивать интеллект человеческий, собственные мозги тренировать каждый день. Так что, друзья мои, Нуржан, большое вам спасибо за информацию. Друзья мои, так что неустанно продолжайте использовать всё-таки собственные мозги, поскольку искусственным интеллектом всё-таки ещё не пахнет. И это радует, между прочим. Мы продолжаем.